Натус Винсере Натус Винсере Натус Винсере Натус Винсере Натус Винсере Натус Винсере для меня не становится каким-то злейшим врагом. Я люблю эту организацию, как СНГ-организацию. Болею за нее так же, как за другие СНГ-шные команды. Чуть меньше, чем за Na'Vi, конечно же. Поэтому это так, совет на будущее. Кстати, моя новость собрала, по-моему, за последнее время одну из самых, так скажем, новость собрала одна из популярных, наверное, можно так сказать. Это новость была, собрала большое количество лайков и репостов в этой группе Virtus.pro. Дальше был Вилат. Виталий Волочай. К Вилату нет никаких претензий. Абсолютно. Он тоже не понял, как и почему. Здесь от него был твиттер, рэпкин обзор. Это, конечно, тема четкая и довольно смотрибельная. Это вообще респект. Очень приятно, что Вилат смотрел мой проект рэпкин обзор. Спасибо тебе большое. Но какое отношение это имеет к доте? К доте это абсолютно никакого отношения не имеет. Здесь даже в этой статье вообще ничего не было. написано про доту. Я писал в конце свой комментарий, что я иногда играю в доту и в кс на стримах, но моя основная игра сейчас это Rainbow Six Siege. И я очень часто играю со своей командой, которая называется Bpower ESL Open. И вот 7 февраля у нас будет ESL Major с призовым фондом в 100 тысяч долларов, к которому мы готовимся и будем пробовать пройти отборочные игры и попасть на ланы. Вот. Но об этом чуть позже. Вот. Что пишет Вилат насчет доты? Он будет рэп-обзоры матчей что ли делать? Вот. Это тоже неверно. Потом он написал, давайте подумаем, что дальше. Нави Хованский, Нави Карина, Нави Бэткомедия, Нави 100 500. Я просто рожаю идеи. Здесь NS Ярослав Кузнецов зачитал небольшой, так скажем, не зачитал, а написал небольшой рэп, можно это назвать стихом. И здесь вот рвается Сеня, Арсений Треноженко. Сеня, тебе привет. И объясняет ситуацию. Ты не так понял. Это просто новость о том, что Пчелкин стримит на партнерке от Нави. Да, именно так. Даже если вот мы перейдем с вами вот сюда, посмотрим сотрудников, здесь у нас есть такая вот штучечка, называется стримеры. Здесь вот есть Леша Пчелкин, стример. В коде сцепления не указано. Я официальный стример организации Natus Vincere. Вот так вот звучит грубо говоря моя должность. Вот. И Сеня это объясняет и Вилат пишет, что спасибо Сене, теперь все стало ясно. А то прям про Нави VG Link начал думать. Вот. К Вилату вообще никаких претензий. Вообще в принципе я не имею никому претензий. Сразу говорю ни с кем там, ни в какие контры там, ничего. Я наоборот хочу подружиться со всеми ребятами в этом сообществе и как бы быть, так скажем, грубо говоря, одной-одной большой-большой-большой командой. Вот. Поэтому претензий к вам нет. Спасибо большое наоборот Вилату, что смотрел мой проект. Также теперь узнал во мне NS, кто же я такой, организация Virtus.pro узнал тоже кто такой, Леша Пчелкин. Это отличный большой хайп и черный пиар это тоже пиар. Я люблю черный пиар. Я отношусь к нему очень-очень хорошо к черному пиару. Потому что он иногда действует даже больше, чем назовем его так, обычный пиар. Светлый, позитивный пиар. Вот. И иногда от него больше плодов. Поэтому я абсолютно адекватно отношусь к этой новости. А теперь хотелось бы все-таки рассказать для людей, которые до сих пор еще не поняли, кем же я являюсь в организации Natus Vincera. Объясняю еще раз, повторяюсь. Я официальный стример этой организации. Если вы прочитаете вот эту вот небольшую статью обо мне на сайте Na'Vi, вы поймете, что я не претендую ни на чье место, ни в Dota, ни в CS, ни в какой-либо другой дисциплине, которая сейчас есть у организации Natus Vincera. Я сейчас официальный стример. Я стримлю игры, которые я захочу. Это может быть Dota, это может быть CS. Кстати, в CS у меня неплохие успехи. Я уже играл в CS. И LAN-турниры я играл по 1.6. Counter-Strike Source я играл. Очень много интернет-турниров отыгрывал. Был создателем одной из сильнейших команд Казахстана, именно в онлайн-части. К этим играм у меня, конечно, была давно не сбывшаяся детская мечта стать киберспортсменом. Наверное, еще сейчас остается, потому что сейчас я начал усиленно, как я сказал, готовиться к ESL Major со своей командой BePower. Сейчас мы отыгрываем, показываем неплохие результаты, в принципе, для нашего соединения, для нашего пинга с европейскими серверами, с французскими, по этой игре, потому что русских серверов еще не завезли, как говорят в народе. Показываю неплохие результаты. Могу даже похвастаться, наверное. Вот написано, новость, игровая пчела, это моя группа. Вчера после двух побед над российскими командами Азов Тим и Хлопушки в игре Rainbow Six Siege команда BePower, которой я капитан, становится 15-й в рейтинге Open Ladder ESL 5 на 5 EU и становится первой среди СНГ команд. Вот наш BePower на 15-м месте сейчас, у нас 6 побед, 3 поражения, всего 9 игр. Начинаем мы набирать обороты в этой игре и у меня есть очень, так скажем, серьезные планы на эту игру. И я надеюсь, если она дальше будет пробиваться в большой киберспорт, то организация Рожденных Побеждать заинтересуется этой игрой и, может быть, заинтересуется мной и моей командой в том, чтобы посмотреть, на что мы способны в этой игре. И, может быть, когда-нибудь, опять же, это когда-нибудь может случиться, а может нет, мы будем играть официально как организация Na'Vi. Пока что я играю за команду BePower, которую сам придумал и которую сам собрал. И как бы и все. Организацию Na'Vi это пока не касается. Но хочу заметить, что люди, которые приходят ко мне на стрим, ссылка на стрим будет в описании под этим видео, они смотрят, когда мы играем ESL, очень хорошие цифры показывают стрим, за нас топят, за нас болеют. И это круто, это очень классно. Спасибо большое всем тем, кто смотрит мои стримы, кто болеет за нас именно в Rainbow Six Siege. Сейчас основная игра на моем стриме это именно Rainbow Six. И все силы мы бросаем на вот этот турнир. Турниры мы играем часто, ESL Open мы играем каждую неделю. Отыграли уже большое количество ESL. И поэтому, наверное, можно вот, если приравнивать меня к какой-то дисциплине, можно приравнять меня к Rainbow Six Siege. Но у Na'Vi пока нет такой дисциплины, поэтому я официальный стример этой команды. Но в будущем я рассчитываю, если эта дисциплина появится, стать киберспортивным игроком. Вот и, наверное, все, что я хотел сказать. Небольшое такое видео. Всем адекватным людям привет, я вас люблю. Спасибо большое, что вы есть. Всем неадекватным. Желаю посмотреть это видео и наконец-то понять, что я не занимаю чье-то место. Да, я рэпер. Да, я не только рэпер. Я музыкант, рэпер, стример. Я телерадиоведущий. Я озвучиваю игры. Я делаю такое большое количество вещей, что, я не знаю, разносторонний человек. Вот теперь сейчас я еще принадлежу организации, так скажем, вхожу в состав, наверное, не принадлежу. Рожденных побеждать. Это очень приятно. Я... В дот у меня учил играть Дэнди, например, и Фаник, бывший участник коллектива Na'Vi. С Сеней я приглашал его в свой проект «Твой девайс», который называется на ютубе. Ссылку на него тоже я оставлю в описании. Он принимал участие. Я рассказывал о наушниках SteelSeries, Siberia версия 3. Так же я играл с Левшой, с Делюксом, в World of Tanks, тоже когда были летсплеи для проекта Rap Game Observe. Знаком лично с Zero Gravity, когда был на Игромире. В общем, всегда пересекались пути, я всегда хотел быть частью этой организации, и вот это свершилось. И сейчас я, опять повторюсь, официальный стример этой организации. На этом все. Спасибо большое, что смотрели меня. Наверное, надо вот так вот все-таки сделать уже, а то я не показываю свое лицо. Забыл совсем про это. Вот. Наверное, все на этом. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Еще раз, если вам несложно, прочитайте статью, вы все поймете. Но я надеюсь, что я все объяснил четко, доходчиво и понятно. Всем большущий привет. Спасибо большое, что смотрите, наблюдаете за моей жизнью. С вами был Леша Пчелкин. Пока.